С наступлением Нового года в России действуют измененные правила прохождения техосмотра автомобилей. Они призваны упростить эту процедуру и ликвидировать очереди. Их, к слову, сейчас действительно нет. Но вовсе не потому, что система работает безупречно. К новому регламенту много вопросов. Каких знает Алексей Сонин? В первых числах января никакого ажиотажа на станции технического осмотра не наблюдается. Желающих проверить свой автомобиль по новым правилам немного. Автомобилисты взяли паузу, пытаясь понять, какие их ожидают сюрпризы. Прежде всего не стоит искать новых станций. Их пока нет. Заявки от желающих заняться техосмотром Российский союз автостраховщиков, а именно он теперь курирует это направление, стал принимать 1 января. Так что пока функционируют только прежние пункты ТО, да и те с проблемами. К примеру, так и не заработала единая компьютерная база, которая должна была соединить станции, страховщиков и полицию. Пока идет все очень плохо, нет программ, все в ручном режиме, в тестовом. Вот мы первый день сегодня открылись, пробуем. Было две машины всего, мы их провели. Единая база заработает после 10-го числа. Не меньше проблем было и с самими талонами. Новые распространить не успели. И чтобы пункты технического осмотра все же могли работать, отделы ГИБДД в срочном порядке стали передавать им бланки устаревшего образца. Чтобы развеять мифы о подсутствии талонов, вот образец талона, которых уже госзнак напечатал миллион штук. К концу января планируется, что будет напечатано 10 миллионов этих талонов. И операторы техосмотра смогут заключать договора на поставку этих талонов. Сам талон теперь напрямую привязан к полису ОСАГО. Нет талона, нет страховки. Не более. И возить его в пакете с другими документами на автомобиль вовсе не обязательно. Стоимость ТО будет зависеть от региона. Причем операторы сами смогут устанавливать цены на свои услуги. Главное, чтобы они не превышали максимум установленной федеральной службой по тарифам. Пока самые дешевые расценки в Москве 690 рублей. Эта сумма получилась в результате механического вычета. Из стоимости осмотра просто убрали госпошлину 300 рублей. Но, как выяснилось в первые дни работы, при ценообразовании забыли про льготников. Пока по льготным категориям граждан никаких скидок нет. Если раньше это была просто оплата госпошлину без всяких диагностик, то сейчас подразумевается, что оплата целиком. Все эти нестыковки придется убирать уже в рабочем порядке. Единственное, в чем нас заверили нынешние владельцы пунктов технического осмотра, гигантских очередей больше не будет. Теперь это бизнес. И если потребуется, пункты ТО будут работать круглосуточно. Алексей Сонин, Олег Никифоров, Ян Петухов, Мария Левченко, Первый канал.